Мы вот написали теперь вот эти три области. Закон о субботе, закон о чистоте, то есть то, что связано с чистым, нечистым, и законы о даянии десятины. В фарисейском иудаизме эти законы были чрезвычайно важными. Ешуа говорит о законах о десяти не очень коротко. Даже то немногое, что он сказал, для нас очень интересно. То немногое, закон о субботе и одессатине, то есть Ешуа об этом говорил вкратце, но для раввинов вот эти моменты были чрезвычайно важны для фарисеев. Я хочу, чтобы мы посмотрели в двенадцатую главу Евангелия от Матфея. Потому что здесь Ешуа разбирается с законом о субботе очень просто. Где же основание здесь? Фарисейский иудаизм, который позднее стал раввинистическим иудаизмом, Он определял, что же является работой. Хорошо? Что же является работой? И раввины пришли к решению, что работа для экономического обеспечения, вот это является работой, и на субботу, на шаббат вы этого делать не должны. Но они определяли работу в других терминах экономической работы. Вы можете дать мне определение раввинистического, раввинистическое определение работы? Кто-нибудь может дать такое определение? Где корень определения работы? Кто-нибудь скажет мне. АВАДА и МЕЛАХА. МЕЛАХА. Это те работа, которые проводили все. Тебе, которые были сделаны в табинакле. 38 типов работы. Они были предупредили на субботу. И для АВАДА, это также относится к АВАДА. Я хочу, чтобы вы определили очень просто. Я ищу очень короткого и простого определения. Позвольте мне дать пример. Если я с точки зрения ортодоксального еврейства на шаббат, ношу карандаш в кармане. Я обычно так делаю. Я нарушаю две заповеди. Какие? Какие две заповеди он нарушает? То есть, первая заповедь, это без нужды я что-то ношу. А вторая нарушение заповеди, если я ношу это в своем кармане, то что я делаю? Я вот собираюсь писать. А что ж тут плохого? Почему является неправильным писать? Я не зарабатываю этим денег. Я в прекрасно сижу, и прекрасная погода, и я записываю чудесные мысли, прекрасные мысли, которые приходят ко мне от Бога. Что в этом плохого? Это творческая работа, акт созидания. На шаббат нельзя делать созидательные действия, потому что Бог работал шесть дней, да. А на седьмой день отдыхал, поэтому работа, она определяется с Божьим созиданием. Поэтому на шаббат запрещено заниматься созидательной работой. На мысли же Господь дает. Но Бог дает думать. Но, знаете, здесь есть еще одна интересная вещь. Есть еще одна интересная вещь. Раввины, они также учили, что в субботу нельзя оказывать, ну скажем, медицинскую помощь, если она не является необходимой для сохранения жизни. В субботу жизнь спасать нужно. Но если человек может еще подождать какое-то время, ну там, один день для того, чтобы получить медицинскую помощь, то он должен ждать этот день. Потому что давать лекарства и оказывать медицинскую помощь на шаббат, это тоже является созидательной работой. Давайте посмотрим в Матфея 12 главу. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его были голодны и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали ему, вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. И это относится к экономическому обеспечению, которое тоже запрещено. И вы можете в Талмуде, в позднем Талмуде, обнаружить споры по поводу того, что является, что определяется, или можно назвать, сбором урожая. Конечно, на шаббат вы не можете идти и работать в поле. Но если человек сорвал фрукт с дерева и съел, это что, сбор урожая? Это просто что-то, что человеку удобно сделать. Если я иду в холодильник или в кладовку, беру еду, или пошел в сад и сорвал плод, какая разница? Ну, раввины говорят, ты можешь пойти в кладовку и взять еду, но с дерева срывать не можешь. Ты не можешь срывать это с растения, потому что это сбор урожая. Ученики, они срывали зерна и ели их в шаббат. И это являлось для них нарушением. И каким образом реагирует Ешуа? То есть, тут немножко сложно понять. Он говорит, или не считали вы в законе, что в субботу священники... Извините, пожалуйста, он прочитал вот что. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он был голоден и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ними, и только одним священникам? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. Очень немногие понимают этот момент правильно. Они не понимают смысла. Это связано с властью Иисуса принимать галактические решения. Он напоминает времена Давида. Давид вошел в храм. И ему, священникам, было дано был дан святой посвященный хлеб, который клался на столы предложения перед Богом, чтобы показать ему хлеб. И в Торе правило говорило, что только священники могут его есть. И Давид и те, кто его сопровождал, они просто спасали свою жизнь. То есть, извините, Иешуа не сравнивает своих учеников с теми, кто сопровождал Давида. То есть, не сравнивает, что теми другим нужно было кушать. То есть, ученики могли, в принципе, дождаться того момента, когда они придут в место их назначения, и могли найти еду где-то в другом источнике. Но Давид и те, кто его сопровождал, находились в глубокой нужде. Поэтому первосвященник и Давид, они приняли решение. Но был закон, что только священники могли есть тот хлеб. И закон, он не применялся в единственном случае, когда существовала угроза жизни. Они приняли галахическое решение о применении закона, что Давид мог кушать хлеб. И те, кто с ним были, могли кушать хлеб. И Бог не вменил им это в вину. Я думаю, вы все понимаете. Сейчас мы имеем дело с чем-то намного меньшим. Это не связано с употреблением посвященного хлеба. То есть, здесь речь идет о том, что они шли, и они сорвали немного зерен, просто по пути и съели их. Тора никогда не говорила, что ты не можешь чего-то сорвать и съесть. И что это нарушение субботы. То есть, это было построение защиты, заграда, возведенная вокруг закона раввинами. То есть, это было законническое определение того, что является сбором урожая. В Яшуа, который больше Моисея, больше Давида, больше храма. У него есть право определять, что такое, определять Галаху. Если Давид и первосвященник могли определить это с хлебами предложений, насколько больше Яшуа мог выносить галахическое решение в плане того, чтобы что-то сорвать и съесть. Здесь сравнение в вопросе власти. И Яшуа говорит, что природа Торы, данной Богом, является милость. Милость является сердцевиной Торы. И законническое определение того, что является сбором урожая, то, что сорвать и съесть кусок фрукта в шаббат, это неправильно. И, между прочим, до сих пор раввины придерживаются такого закона. Итак, как Яшуа защищает свои слова здесь? Если бы он говорит так, что если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. И перед Богом намерение закона. То есть, по закону Бога ученики невиновны. И вот к какому выводу мы приходим. Ибо Сын Человеческий, Яшуа, Господин Субботы. Вы понимаете это утверждение? Есть здесь несколько моментов. Яшуа, он провозглашает полное свое право принимать галактические решения. То есть, Господин Субботы, это значит его полное право принимать решение, что является правильным делать в субботу. Но, называя себя Господом, я думаю, что он здесь очень ясно говорит о своей божественности. Хорошо. Многие христианские исследователи на протяжении истории считали, что здесь говорится о том, что Яшуа, он нарушил Моисеев закон. Но Яшуа никогда не нарушал Моисеев закон. Послание к евреям говорит нам, что Яшуа жил в полном послушании закону. То есть некоторые люди думают, что когда Иешуа говорит, что Сын Человеческий, есть Господин из субботы, он таким образом отменяет субботу. Но это не может быть значением этого отрывка. Это не значит, что когда он говорит, я Господин, субботы, все, субботы больше нет. Иешуа здесь просто показывает правильный подход к субботе. Вы это видите здесь? В других отрывках он говорит, что суббота, она сотворена для человека, а не человек для субботы. Суббота — это милость, это сострадание Бога к человеку. Это для того, чтобы обогатить наши жизни, чтобы мы отдохнули, ожили и порадовались. Ограничения для того, чтобы мы не упустили наслаждение. Ограничения для того, чтобы мы не упустили наслаждение. Чтобы у нас не было искушений работать. Во второзаконии, пятой главе, Говорится, что шаббат, он является напоминанием исхода. Когда мы стали свободными людьми. И шаббат, он празднует свободу от бремени, от рабства. То есть, шаббат не должен был стать новым рабством. Давайте посмотрим в другой отрывок. И отошедший оттуда, вошел он в синагогу их. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. И в Марка, Ешуа спрашивает их об этом, а они ему ничего не отвечают. И Ешуа говорит им, Он же сказал им, Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. И тогда говорит он человеку тому, Протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Что же здесь происходит? То есть, чудесное исцеление было расценено фарисеями, как нечто, то, чего в субботу делать нельзя. Они каким-то образом не заметили, что это было прямое вторжение Бога. Прямое вмешательство Бога. Вот вспомните, они говорят, что он мог бы прийти в другой день, чтобы получить исцеление. В другом отрывке говорится, есть шесть дней для исцеления, приходи в них, но не в шаббат. Что Ешуа делает? Он что, сам нарывается на проблемы? Он обидел фарисеев? В 9 главе Иоанна он исцеляет слепого. Вы помните, он грязью мажет ему глаза, что было тогда, ну, в принципе, медицинским средством. И после исцеления человека они говорят слепорожденному, который был исцелен. Мы знаем, что этот человек грешник. Почему они назвали Ешуа грешником? Потому что он не хранит субботы. Он исцелил субботу. И он ему это лекарство или мазь из грязи приложил к глазам. Вы во всех четырех Евангелиях обнаружите, снова и снова, как Ешуа исцеляет субботу. И он таким образом очень злит фарисеев. Потому что это является вызовом их галахе. Это он бросает вызов их власти. Но почему Ешуа это делал? Он что, специально хотел разозлить людей? Или он считал, что было здесь нечто, чему необходимо было бросить вызов? Я верю в последнее. было нечто важное, чему нужно было бросить вызов. Что же это было? что шаббат представляет собой свободу и независимость. Поэтому если человек болен, если человек испытывает боль, то он не может переживать полноту свободы. Он находится в рабстве своей болезни и боли. И чтобы войти в полноту свободы шаббата, Ешуа исцелял людей в шаббат. И в галахе Ешуа Шаббат становится наиболее подходящим днем для принятия исцеления. И с точки зрения Ешуа те, кто страдают, не должны ждать даже и одного дня, но должны быть исцелены сейчас, чтобы пережить свободу шаббата. Потому что шаббат, он является свободой от рабства. Это является совершенно отличным от раввинистического иудаизма. И он хотел выиграть это сражение. Потому что исцеление в шаббат, оно связано с милостью. И шаббат — это откровение милости Божьей. Вы видите здесь галаху? Ешуа делает галахические решения. То есть он делает галаху. Вопросы есть? Вопрос Руслана. Как израильские, я так думаю, раввины или религиозные власти и Кнесет тоже объясняют то, что армия и полиция они в субботу работают. Религиозные власти в Израиле они указывают, что традиция спасать жизнь и защищать ее то есть спасать и защищать жизнь это является видом работы, которая не является нарушением собак. потому что медсестры в госпитале пограничники на границах все эти вещи они приемлемы потому что они защищают жизнь. Итак, я хочу еще прояснить один момент очень сделать его ясным. Хотя Ешуа не был против того, чтобы установить новые мудрые правила. И мы можем видеть, что апостолы они устанавливали позднее свои правила. в общине один в один момент должен говорить в общине в один момент должен говорить один человек. Или не сделайте ручным богатый человек не выделялся и на нем не сосредотачивалось все внимание. В общем направлении в общем направлении в общем направлении да, то есть сила, которая двигала Ешуа и апостолов то есть они были против, они двигались тем, что они были против того, чтобы вокруг закона выстраивали еще дополнительные законы. В Пирке Авод мы читаем такие слова, что встройте ограждение вокруг торы. Вопросы, связанные с молоком, мясом и всякие дополнительные законы. Для меня очень совершенно ясно, что учение Ешуа и апостолов отвергает эту идею о возведении всяких еще дополнительных законов для защиты существующего закона. Потому что когда вы это делаете, то есть вы настолько увлекаетесь возведением дополнительных ограждений законов, умножению законов, что вы вообще сам смысл закона теряете в конце концов. и иногда нарушение истинного смысла закона. Во всех системах законов это происходит. Например, я вам дам сейчас пример из западного закона. в западном законодательстве есть очень сильный принцип и он происходит из Библии и из римского закона из римского права, из немецкого права, из Англии это является общим законом. что если человек обвиняют в преступлении, он является невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. и если он должен быть наказан, серьезно наказан, то доказательства должны быть очень вескими. и принцип очень хороший. Но мы должны помнить, что человек, который является жертвой преступления, что он заслужил правосудие, справедливость, то есть это другой принцип. то есть справедливость, она определяет быстрое решение. то есть справедливость, она требует быстрого решения. Но что же произошло на Западе? Было создано много-много законов, чтобы защитить преступника. он может множество раз апеллировать. Он может сказать, у меня не было адвоката квалифицированного. Я это преступление, я признал себя преступником под давлением полиции. то есть иногда занимает годы, чтобы вынести решение в вопросе. Потому что законы, они умножались и умножались и умножались, чтобы защитить преступника. Чтобы не и смысл этого был, чтобы не обвинить или не наказать невиновного. Но делая это, делая это, нарушили закон справедливости по отношению к жертве. вы понимаете это? Вот почему законическая система или система закона, у нее есть тенденция быть коррумпированной или развращаться. во всех народах каждые несколько сотен лет должна происходить просто радикальная реформа законодательства. Потому что умножение законов в конце концов вообще закон разрушает. Вы это понимаете? то же самое произошло в раввинистическом иудаизме. Хорошо. Вопросы есть? То есть вопрос изменил ли Иисус моральные принципы которыми должен руководствоваться человек в Ветхом и Новом Завете, да? Или просто изъяснил как человек путем должен быть? Или объяснил как нужно понимать моральные принципы Ветхого Завета? The question was whether Jesus has changed the moral law of the Old Testament or he just explained how to apply the moral law of the Old Testament? Well, сейчас просижу What you're going to find in this question is that it is possible to discern in the Torah universal moral law то есть в Торе можно найти универсальный моральный закон то есть в Торе можно найти абсолютный стандарт то есть Иешуа никогда не менял абсолютного стандарта но он применял этот стандарт но он показал нам что у Моисея некоторые части морального закона например как законы о разводе являются не абсолютным стандартом и в каждом подобном случае Иешуа он поднимал этот стандарт то есть он не просто облегчал а он уточнял этот стандарт до обеда мы еще вернемся к закону о разводе и ты очень ясно это увидишь хорошо если Иешуа сказал я господин субботы как христианский мир вообще тогда игнорирует субботу и своим постановлением имеет право отменять которые и ищут ищут ищет сказал что он господин субботы то каким правом христианский мир субботу отменил и заменил ее воскресеньем If Yeshua said that he is the Lord of Sabbath, how, which way the Christian world, by which authority the Christian world counseled the Sabbath and turned it for Sunday? Okay. Потому что христианский мир, он не точно понял Новый Завет и думал, что призвание еврейского народа закончилось. И если это так, то суббота тоже кончилась, потому что шаббат, он являлся празднованием образования Израиля как нации, и они думали, что это было заменено на воскресенье. Но римская католическая доктрина сегодня говорит, что суббота это седьмой день, и это по-прежнему работает, действует, и евреи они должны ее соблюдать. Ну, это римские католики. То есть это является значительной переменой. Большая перемена. Итак, Но благодаря Галахе Павла Они не верят, что христиане в этом, не еврейские христиане обязаны, они не верят, что не еврейские христиане обязаны хранить субботу, благодаря истолкованию Павла, его Галахе. Матфея 15 глава Почему я исследую Новый Завет, прежде чем мы обратимся к Моисею? Я хочу, скажем, в вас возбудить тот образ мышления, каким мыслил Ешуа. Чтобы вы имели подход к Торе через Новый Завет. 15 глава от Матфея. Тогда приходят к Иисусу в Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданиям старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Ешуа здесь не говорит о том, о чем говорят другие. Это хорошая идея мыть руки перед едой. Но он говорит о ритуальном омовении рук. То, что делается сегодня. То есть вот эта традиция, которая соблюдается и сегодня, она началась еще в те времена. Если вы пойдете в еврейский ресторан, у них есть чашка, есть раковина. И что вы должны сделать? Нужно налить чашку в воду и ритуально полить на свои руки с благословением. Почему? Потому что это делает ваши руки ритуально чистыми. И вы должны быть традиционно ритуально чистыми, чтобы кушать. Чтобы пища не была нечистой. И каждый, который принимает пищу, руки у него должны быть ритуально чистыми. Вспомните, что это пришло от фарисейского идеала. Чтобы весь еврейский народ соблюдал законы, данные священникам. Но здесь они это не называют устным законом, восходящим к Моисею. Это просто предание старцев. В Торе Большинство законов о чистом и нечистом для обычных израильтян не являются таким уж особым... Ну, то есть на них не сосредоточено внимание. То есть эти законы, они больше предназначены для священников. Потому что система храма и его ритуалы имеют символическое значение, которое должно быть точно сохранено. в общем обычные люди должны заботиться о законе, о чистом и нечистом. Только тогда они должны были об этом позаботиться, когда они делали паломничество, совершали паломничество в храм. И это было несколько раз в году. Затем они принимали ритуальную ванну, им было... избегали касаться мертвого, избегали касаться нечистых животных, избегали касаться вообще чего-нибудь дохлого. и они могли таким образом войти в храм ритуально чистыми. А когда они возвращались в Галилею или в Северную Иудею, им в общем не было нужды заботиться о чистых и нечистых вещах, кроме как о двух. Первое. Они не должны были кушать нечистых животных, свинину, не должны были кушать животных, питающихся падалью, и они не должны были есть крови. И говоря о святости крови, израильтяне, они не должны были иметь половых отношений во время месячных ужины. Но они более серьезно относились особенно к крови, что восходило к Ною. Ешуа отвергает идею должны соблюдать все законы, которые были даны священникам. Но если кто-то хочет... Я здесь нарисую три круга. Три области. Нет. Моральный закон. Ритуальный закон. Но вот эта область между ними это там, где моральные и ритуальные они объединялись. И что же здесь происходит? Особенно в связи со святостью крови. Она нас приводит в то место, где моральные и ритуальные законы пересекались. И, конечно, то есть разделение абсолютного между моральным и ритуальным законом нет, потому что цель ритуального закона это было учение о морали. Но... Если кто-то был озабочен какими-то деталями ритуального закона, меньше-меньшими моментами ритуального закона, то он мог быть в опасности не обратить внимание на то, что было более важно с моральной точки зрения. И мог начать думать, что ритуальный закон он морально более важен. Итак, Ешуа здесь говорит, что моральная чистота она намного важнее ритуальной чистоты. особенно с той точки зрения, что ритуальные законы Бог их никогда не давал простому народу. И давайте почитаем, что Ешуа здесь говорит. В 15 главе Евангелия от Матфея, 3 стих. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Мы не найдем никаких ссылок на Галаху в Талмуде, вот эту Галаху. Но в те времена такая традиция была, что если человек, он был зол на родителей, он мог их полностью отсечь от всякой поддержки словами. «Та помощь, которую я оказываю вам, с этого момента посвящается Господу». У него была возможность таким образом выразить свой гнев на родителей, отдав то, чем бы он их поддерживал, Богу. И Ешуа здесь говорит, что вы нарушаете закон своими заповедями. Он говорит дальше, «Лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедем человеческим». «Then Ешуа called the crowd to him and said, «Listen and understand, what goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth is what makes him unclean». «Then the disciples came to him and said, «Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?» «Then Ешуа replied, every plant that my heavenly father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them, they are blind guides. If a blind man leads a blind man, they will fall into a pit. And then Peter said, explain the parable to us». «И призвал народ сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста оскверняет человека, но то, что выходит из уст оскверняет человека». Тогда ученики его приступивши сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово это, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу эту». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево, извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит? Это оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А если неумытыми руками, не оскверняет человека». И каково же значение Галахи Иешуа здесь? Он, во-первых, отвергает всякие требования для простых людей совершать вот эти законы о чистоте храмовой. И он также отвергает важность церемонивального омовения рук перед едой. И Матфей здесь более четко говорит, чем в Марке. Иешуа не говорит евреям, что можно кушать свинину, но провозглашая всякую пищу чистой, Он говорит, что пища является чистой или нечистой вне связи с церемониальным омовением рук. Вспомните, что в кашруте все, кто готовят пищу, должны быть церемониально чистыми или в противном случае пища является нечистой. Мы сейчас еще одну галаху сделаем, что основной вопрос это моральная пища сердца. Но вывод здесь такой, что вопрос здесь в моральной чистоте сердца. И мы в первую очередь должны быть озабочены этим. Хорошо, 19-я глава Матфея. Я хочу до обеда закончить с Матфеем. Матфея 19-3 И приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Взгляд Гилеля был такой, да, вы можете разводиться по любой причине. А взгляд Шимая был не только за прелюбодеяние. И здесь видно, что Иешуа придерживается взгляда Шимая. Но некоторые считают, что он придерживается взглядов иесеев, что здесь вопрос не в приемлемости прелюбодеяния, Некоторые люди считают, что здесь говорится, вот некоторые переводчики считают, что здесь слово означает не прелюбодеяние, а брак, который в Библии есть определенный список людей, с которыми вы не могли вступать в брак. и иесеи говорили, что развод не разрешается вообще, кроме случая, если вы совершили большую ошибку и вступили в брак с человеком, который находится в списке тех, с кем запрещено вступать в брак. Там, например, мать, теща, тетка, то есть есть определенный список. Он указан в книге Левит 19 главе. То есть во время Иешуа было три взгляда Гилеля, Шемая и Иесеев. И для Иесеев, если брак был браком разрешенным, то то есть брак был законным, вы никогда не могли развестись до смерти. Если ваша жена стала проституткой, вы не можете с ней развестись, вы ее можете только камнями побить, но развестись нет. Понимаете? То есть о Иешуа здесь спорят. И он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, поэтому оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал того человек, да, не разлучает. Они говорят ему, как же? Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. То есть в галахическом смысле этот отрывок чрезвычайно важен. то есть это отличалось радикально от всего того, во что верили в первом веке. Во-первых, Ешуа принимает то, что стандарт Моисея не настолько строг, как об этом говорит Шемай. Он говорит, что Моисей разрешил развод за более широкому спектру причин, чем просто прелюбодеяние. Но сделал это он из-за ожесточения сердец. А законы о разводе в Торе они приспособлены к человеческим слабостям, но не являются идеалом Божьим. Все понимают это? Второе. Сейчас, когда пришел Новый Завет, Ешуа восстанавливает идеал Бога. И идеалом Бога для нас это не разводиться вообще. Есть только два возможных исключения. если вы будете это истолковывать вот так, как в протестантской истории это было, то есть, если человек находится в прелюбодеянии и он не кается. И если даже такой человек покаялся, то вы не обязаны оставаться вместе. Вот так протестанты считали на протяжении веков. Но в мышлении католическом, православном и англиканском вы можете разводиться, если были неразрешенные отношения на первом месте. То есть, вот это то, что брак изначально был с человеком, с которым в брак вступать не разрешается. развод в только в одном случае, если изначально брак был заключен с человеком, с которым в брак вступать нельзя. И ожидать можно было, то есть, повторный брак был возможен в католической православной традиции только после смерти супруга. То есть, первое, что Моисей, он разрешил развод. Номер два, что в новозаветное общение развод не разрешен не разрешен только по очень ограниченному поводу или причине. И третье, и это нечто очень незначительное, неожиданный сюрприз. Ешуа восстанавливает моногамию. То есть, значит, брак с одним... То есть, один мужчина и одна женщина, они становятся одним целым. И Ешуа обращается к творению для установления моногамного брака. Апостолы, они принимали людей, которые уже состояли в браке, и у них было больше одной жены. Потому что это был переходный период. Но такие люди, они не могли быть в руководстве общины. А после переходного периода в тело верующих понимало учение Ешуа как отвержение многобрачия. Разрешил ли Моисей многоженство? Сколько сейчас из вас скажут, что Моисей разрешил многоженство? Если вы скажете, что Моисей позволил многоженство, поднимите руки. Кто говорит, что Моисей разрешил многоженство, поднимите руки? Олег и Таня. Только два руки? Давай! Сколько говорят, Моисей не разрешил полигамии? Он разрешил многоженство. Сколько жен было у Авраама? Сколько жен было у Исаака? А сколько жен было у Якова? Четыре. А сколько было жен у Давида? Сколько? Вы можете сказать, что Давид нарушал закон Моисея? Моисей разрешил многоженство. Но Галаха Ишуа не разрешает многоженство. кроме как уже люди состояли в браке и у мужчины было больше одной жены. То есть не требовалось избавиться от своих жен. Но такой человек в руководстве общины быть не мог. Но те, кто хотели вступить в брак, могли вступить в брак только с одной женой. И они не могли брать себе новых жен. А те, у кого было уже три жены, они четвертую взять не могли. Сколько мужчин здесь огорчены этим фактом? Что? Nobody will say you sincere. Знаете, что я скажу женщинам? How many women are angry that Мозис allowed for men to have more than wife but didn't allow for the wife to have more than one man? Сестры, скажите, пожалуйста, кого из вас раздражает, что Моисей разрешил иметь больше одной жены, но не разрешил иметь больше одного мужа? Оля, Флориса. I want to tell you, if you get older, you talk to my wife, she will tell you it is a mercy of God. And can believe that when you become older, or when you talk to my wife, she will tell you that you think about having many husbands, and what that would be like. Well, you think, you think, that it would have been a lot of men. It's very difficult. 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 Concubines entered into a covenant with a man. And he had to take care of them. But they did not have the inheritance rights of a wife. The fact that concubines were allowed in the Bible, is really amazing. You know, there is a lot of debate about this in the Talmud, right? В Talmud'е есть много споров на эту тему. What? Моисей Бен Маймон дал такое правило моногамия для иудаизма. Но его современник Нахманид Он говорил, как этому Маймонид может учить, если Тора этому не учит? Потому что в то время все еще существовали евреи, у которых было больше одной жены. Почему евреи в настоящие дни практикуют моногамию? Потому что законные как бы ограничения закона в христианских народах во-первых, потому что есть ограничения закона в христианских народах, где они живут, а во-вторых, что такое правило ввел Маше бен Маймон. Но в мусульманских странах евреи, живущие там, все еще имеют больше одной жены. До недавних пор еще имели. Хорошо. 28 глава Евангелия от Матфея. После воскресения это потрясающе. Давайте мы сейчас этого коснемся. 16 стих. 28-16. «Одиннадцать учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились Ему. А иные усомнились. И приблизился Иисус и сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Первое. Это было бы возможным только, если Иешуа Бог. В иудаизме первого века совершенно ясно, если вы имеете вот этот уровень власти, то вы Бог. Потому что с таким уровнем власти и силы мог говорить только Божественное существо могло говорить. Но почему Иешуа это говорит? С какой целью? Ну? Потому что Он сейчас передает эту власть. У Него есть эта власть и Он ее передает. Он передает ее своим ученикам. А кто ее передаст следующим поколениям? Итак, вот какую власть Он им дает. Итак, идите и научите все народы ученикам. То есть наша власть заключена в том, чтобы делать учеников. А как же мы это делать будем? Иешуа сейчас скажет как? Погружаю их во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть они должны быть погружены в воду и позднее мы увидим как в Дух Святой. А потом что делать? Учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Хорошо, поймите. У нас есть обетование Его присутствия с нами, когда мы вовлечены в процесс ученичества. И вот I am with you always not a promise given to everybody. И вот Я с вами это не обетование не данное каждому. Это обетование тем, кто делает работу ученичества. ученичества. В работе ученичества это работа ученичества заключается в том, чтобы научить людей слушаться всему тому, что повелел Иисус. Говоря как еврейский верующий, и я читал это, я говорю, что мы должны учить людей послушаться всему, что сказал Иисус. Мы должны сосредоточиться и послушаться законом. Он был так влиянием христианной ученики, которое было против права, то есть один человек был подвержен настолько христианскому учению, которое против закона, что он реагировал против собственных слов Иисуса. Бога. То есть, человек этот был смущен, он больше беспокоился о заповедях, чем о взаимоотношениях с Богом. И в чем же проблема с такой реакцией? Что он лучше Иисуса знает? И какова первая заповедь? Чему учил Иисуса? Первая заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всеми сердцем, крепостью и разумением». А вторая заповедь «Люби твоего соседа как самого себя». И тот человек сказал, а, ну вот если это имеется в виду относительно заповедей, то все в порядке. Но это не значит, что вы имеете право игнорировать остальное учение Иисуса. Заповеди Иисуса говорят о том, учат нас как любить. В дополнение Иисуса говорит нам в пятой главе Матфея что мы ответственны за то, чтобы стараться исполнять заповеди Моисея так имен Иисуса так, как это делал Иисуса в пятой главе Матфея. То есть нам нужно учить соблюдать малейшие заповеди. Иисуса нам приказывает относиться к Моисею серьезно, но с пониманием, что это не всегда является идеалом Божьим, что это должно его заповеди быть подняты до наивысшего идеала Нового Завета, и заповеди Моисея. Они должны соблюдаться таким образом, как это можно применить к Царству Божьему. И вот такой подход Матфея. Матфей понимал, что Ишуа умер за наши грехи, и из-за того, что Он воскрес, мы можем принять силу Святого Духа, чтобы послушаться. Итак, вопросы есть? Did Ишуа study in Ишива, or he got divine knowledge from his father? Most people think it's very unlikely that he studied in Yeshiva. Вопрос был, учился ли Иисус в Yeshiva, или получил небесное знание от Отца. То есть, не похоже. Исследователи не находят, что Ишуа мог учиться в Yeshiva, но очень похоже на то, что Он посещал регулярно синагогу. Дети в то время изучали Тору, псалмы. Большую часть пророков. И, было много учений, которые он мог узнать в синагоге. Но, конечно же, он получал откровения. Можно ли утверждать, что Ишуа не нужно было учиться, потому что он был сам Богом? просто если он имел общение в той самой Ишиве или в храме со священниками, то это, допустим, просто была дискуссия, общение. Но знания как Бог имел в себе уже от начала. Ишуа вопрос-то в чём? Правильно это в чём? Какое? Ага. Can we make such a statement that Ишуа had divine knowledge from the very beginning, from his childhood, because he was his God? It appears that the New Testament teaches Выглядит так, что Новый Завет учит нас, that Ишуа gave up, he did not generally, he did not take from his own divinity. Что он выглядит так, что Ишуа он не черпал из своей собственной божественности, он смирил себя, уничижил. But what? but he was завис от Святого Духа. От Духа Святого, Дух Святой у него был без меры. Но он был Духом Святым исполнен от чрева матери. И для него сверхъестественное откровение было чем-то обычным.